всем привет дорогие друзья ну что ж свершилось евро опустилась ниже доллара я в шоке такого не было с 2002 года если не ошибаюсь по описанию сейчас можно даже посмотреть по графику по за максимальный период времени что они покажут но это просто офигеть можно вот с 2012 года доллар вырос относительно евро просто немерено смотрите просто офигеть а то есть это даже не паритет это реально вот такой вот рывочек здесь в конце евро обвалилась что я думаю по этому поводу мне кажется просто-напросто европейский союз сейчас ввиду того что поводил целую кучу санкций против россии и на этой почве они занижают стоимость своей валюты для того чтобы mercedes и bmw больше начали покупать в мировом масштабе то есть евро стала дешевле доллара соответственно те же американцы или любые другие арабские шейхи могут уже ferrari там покупать за евро понимаете бентли этом bugatti rolls-royce не rolls-royce и bugatti это и бентли это это у нас британия немножко не туда хотя кстати а что там у нас британским фунтом почему бы и не посмотреть сейчас не мы британский фунт еще далеко до паритета то есть еще далеко но тоже но тоже 119 блин что-то в одессе куда ураган начинается там все гремит и громыхает я сейчас пока снимаю видео выйду потом на перекурчик посмотрю что он происходит вроде бы наверное какой-то ливень начнется ну да ладно вам то похер на это что я только что сказал короче дорогие друзья какая стратегия в данной ситуации если кто покупал евро потому что я дня два назад говорил покупайте купите еще если у вас есть свободная гривна если у вас нету гривен то то есть если у вас мало короче если у вас дохера долларов то можно сейчас переложиться часть долларов просто обменять на евро при условии если у вас будет шикарный курс потому что у нас просто жесть и капец все равно евро дешевле доллара но если ты хочешь купить евро то она стоит дороже доллара на 70 копеек минимум представляете то есть если ты хочешь сдать я хотел даже сфотографировать этот обменник по 37 гривен покупают доллар и покупать евро в одну цену блин надо было сфоткать это исторический момент действительно а вот продают доллар продают по 35 и 5 по 37 и 5 а евро продают по 38 20 нормально а знаете почему евро все равно продают дороже потому что в евросоюз если едешь ты из украины то доллар там поменяешь под все равно не супер выгодному курсу поэтому нужно покупать сразу евро но при этом доллар и евро относительно гривны очень сильно подорожали но сейчас в стамбуле проходят переговоры россия украина и турция а также еще какие-то страны оон если не ошибаюсь и пытаются разблокировать одесские порты и не только одесские порты видимо для того чтобы можно было вывозить зерно из украины правда чем будем жрать зимой не знаю если гречка 120 гривен килограмм я просто охерел вообще от этой цены хотя макароны каши разные они не такие уже дорогие относительно гречки не знаю почему гречка такая дорогая напишите в комментариях как вы думаете почему такая дорогущая гречка но я бы в принципе рекомендовал если у вас часть гривен часть долларов часть евро есть и суммы небольшие то можно не дергаться если у вас гигантские суммы там 5000 долларов или 10000 долларов я бы чуть-чуть переложился в евро на всякий случай потому что евро рано или поздно отыграет плюс надо дождаться заседания фрс и дождаться заседания ецб европейский центральный банк и послушать что они скажут и от этого уже совершать какие-то маневры не знаю не уверен будет ли евро еще ниже опускать она и так уже прекрасно для европейского союза то есть я же говорю с точки зрения что можно какие-нибудь aston martin опять британия что-то меня на британские машины тянет ну ferrari ладно lamborghini италия да вот там какие-то брендовые автомобили бмв там супер люксе каком-то audi разные то есть эти тачки могут люди покупать уже по цене фактически доллара не евро понимаете да о чем и экономика европы может быть за счет этого че частично отскочит назад то есть скупят быстро по дешевке товары чтобы избавиться от дешевого евро надо покупать быстро товары правильно ну и в европейском союзе соответственно будут выгребать товары на куче бумаги которая у них есть вот но все равно прикольно прикольное событие историческое интересное с точки зрения инвестиций для тех у кого свобода выезда в евросоюз вообще классно там можно эту бумагу менять на какие-то дешевые товары так что такие дела дорогие друзья перекладываетесь из доллара в евро потихонечку лесенка лесенка лесенкой и ждем на когда будет но тогда будем разворачиваться и продавать уже евро по высокому курсу заходить опять в доллар однако есть же еще такая вещь как фондовый рынок а если рухнет фондовый рынок то все валюты полетят вниз но в принципе если полетит евро и доллар вниз то гривна соответственно еще больше полетит вниз но если в турции сейчас все-таки договорятся они или уже договорились не знаю жду официальное заявление чем там закончились эти переговоры может быть нам повезет и будет из-за жеста доброй воли разблокирует одессу разминируют порты и мы можем мы сможем купаться на море может нам повезет все таки в этом году поплавать в море я мечтаю плавать в воде я еще на море ни разу не было это впервые вообще такое даже не подъезжал к воде то есть даже не гулял там возле моря из этой дебильной войны блин сколько уже можно но вы знаете если все-таки договорятся это такой маленькая уже надежда свет в конце туннеля что может быть какие-то переговоры начнутся и дальше то есть как бы если тут разблокируется тема то может быть уже дальше какими-то переговорами какой-то мирный процесс может начнется хрен его знает очень бы этого хотелось конечно потому что от этого страдает экономика всего мира мы-то вообще я уже и молчу даже за нас что с нами происходит нас бомбят тупо ракеты прилетают по домам люди мирные гибнут вообще за кой хер блин за каких-то амбиций блин блин просто жесть тотальная жесть но в общем прикол все равно есть видите историческое событие относительно историческое но не каждый день такое увидишь когда евро стоит дешевле доллара фигеть можно представляете вообще насколько это интересная ситуация ну а в следующем видео я конечно же расскажу как можно избавиться от бумажки и во что стоит вкладываться и сегодня будет стрим я очень на это надеюсь что получится удастся сделать стрим по поводу новых монет украины на стриме мы обсудим кое-какие приколы и завтрашний день в киеве в киеве завтра будет конечно очень горячо я бы хотел оказаться завтра в киеве жалко не получилось но завтра в киеве будет весело подписывайтесь на канал чтобы не пропустить всем удачи пока пока